Сегодня, 10 ноября, отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Праздник тех, кто, несмотря на время суток и время года, охраняет покой и спокойствие мирных граждан. Накануне профессионального праздника начальник межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский, полковник полиции Михаил Тарановский, рассказал о том, как справляются полицейские с задачами по защите законных интересов жителей Кашихабльского района. Михаил Анатольевич, с какими результатами коллектив отдела встречает свой профессиональный праздник? Расскажите более подробно, по каким направлениям отдел показывает хорошие результаты. Уважаемые коллеги, докладываю вам о том, что и до жителей нашей территории, на которой находится межмуниципальный отдел Кашихабльский обслуживает. Оперативная обстановка на территории обслуживания за 10 месяцев 2022 года характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких, в том числе связанных с незаконным оборотом оружия и в том числе улучшенные результаты по таким преступлениям, как выявление наркотических веществ. Можно сказать, что наблюдается снижение, как я уже повторяю, тяжких, незаконный оборот оружия, мошенничества. Определенные вопросы есть, положительные динамика, это по выявлению, раскрытию преступлений, связанных с преступлением в сфере экономики. И, кроме того, из незаконного оборота изъято 550 грамм конопли, 13 грамм марихуаны и химические вещества. Уменьшилось число преступлений, совершенных к использованию информационно-телекоммуникационных технологий на 30%. Хочу сказать, что приоритетными направлениями деятельности отдела является профилактика преступлений и правонарушений. В ходе построения единой системы профилактики преступлений утверждены районные целевые программные показатели, что удалось в результате чего за данный год нам удалось не допустить ни одного факта совершения таких особо тяжких преступлений, например, как убийство. Поэтому в целом можно сказать, что результаты отдела в целом положительные. Отдел находится на положительной оценке оперативно-служебной деятельности. Вырос процент раскрываемости преступлений по всем направлениям тяжким, по линии криминальной полиции, по линии полиции общественной безопасности. Отдел работает и, скажем так, смело смотрит в будущее для охраны общественного порядка. Какие моменты, связанные с оперативной обстановкой, вызывают особое беспокойство? Традиционно уже не первый год проблемное остается выявление, раскрытие преступлений, связанное с хищением так называемых IT-преступлений. Для народа, чтобы понятно было. Это хищение в сфере IT-технологии. Очень тяжело данное преступление раскрывается. Порой данные о хищении электронных денег происходят лицами, которые вообще находятся за пределами Российской Федерации. И привлечь их к уголовной ответственности и вернуть похищенное имущество очень в данном случае тяжело. Поэтому мы максимально проводим профилактическую беседу. На маршруте патрулирование, патрульно-постовая служба, участковые полномоченные на своих участках, то, кроме того, все службы, которые контактируют с людьми на территории, они точно так же проводят профилактические беседы. Кроме того, у нас имеются памятки, которые мы раздаем и рассказываем о тех преступлениях, которые из методов, способов их хищений, чтобы люди не стали, не попались, скажем так, не стали жертвами данных преступлений. Кроме того, рассказываем, потому что постоянно новые формы данных преступлений. Скажем, уже давно таких способов вам позвонили, ваши родственники находятся где-то там в полиции, переведите деньги, такого уже, на такие удочки уже никто не попадается, поэтому преступники в данном случае тоже совершенствуются, придумают новые механизмы и схемы. И поэтому мы должны людям объяснять, что они не должны в данном случае делать, дабы не стать жертвами. Как я уже ранее озвучил, у нас есть определенное снижение регистрации указанного вида преступлений. Но народ, скажем так, стал более понимать и не стал более доверять тем звонкам, что поступает мы на его мобильные телефоны. Это, скажем, одна из таких болезненных тем, которые трудно раскрывать. Остальное, в принципе, как таковой, особых проблем выявления раскрытия, ну, это ежедневная стандартная работа не выявляет. А какое подразделение непосредственно занимается этим вопросом? Подразделение, в целом, выявление раскрытия преступлений данного вида, оно находится на компетенции уголовного розыска. Но есть совместная следственно-оперативная группа, в которую входит следователь, эксперт, оперуполномоченный. С этого, точнее, с прошлого года введена конкретная должность в уголовном розыске, оперуполномоченный по выявлению раскрытия IT-преступлений, который в данном, в этом году шесть аналогичных преступлений раскрыл, которые были направлены в суд. Михаил Анатольевич, расскажите о кадровой ситуации в муниципальном отделе. Все ли подразделения укомплектованы? По кадровой ситуации, в целом, подразделения укомплектованы, но офицерский состав и основные подразделения, уголовный розыск, участковый полномоченный, следственные подразделения, в целом, укомплектованы на 100%. Да, есть определенные сложности. Это комплектация сотрудников патрульно-постовой службы, но это, к сожалению, не только у нас, это везде такая проблема. Также в пользу случаем приглашаем молодых граждан, жителей нашей, на территории наших проживающих, чтобы приходили, служили в органах внутренних дел. Соответственно, пройдет проверка, если они по своим критериям, по физическому состоянию, по морально, деловым качествам подходят, готовы принять и, скажем так, чтобы они стали солдатами правопорядка. А в целом, остальные такие подразделения, которые именно охватываются, охрана общественного порядка, которые ежедневно контактируют с людьми и работают, они у нас все подразделения укомплектованы. Профессиональный праздник принято говорить не только о профессии, но и о людях и о носителях. Может, назовете кого-то из наиболее перспективных, или кого из своих наиболее ценных сотрудников вы хотите отметить? У нас все сотрудники ценные, не ценных нет. Но в целом можно сказать о положительной работе, как и начальника участковых полномоченных Хешхова и Домеркана. Также можно сказать о высоком профессионализме в уголовном розыске Афашагова Адама, старшего оперуполномоченного, который является один уже как бы уже из давно работающих сотрудников, который является, скажем так, тем костяком, который молодых сотрудников учит, в том числе оперативной работе и выявлению, раскрытию преступлений. Также можно сказать, что занимается положительно обучением молодых сотрудников, это как раз по линии патрульно-постовой службы, командир отдельного взвода, Кедокоев Азамат, который уже тоже длительное время работает, скажем так, уделяет достаточное внимание обучению личному составу, чтобы сотрудники, пришедшие в отдел, прошедшие по стажировку, потом отучившиеся на первоначальной подготовке, сразу, когда уже становились сотрудниками полиции, максимально быстро входили в курс дела, ну и занимались своими непосредственной задачей по охране общественного порядка. И в завершение нашей беседы, что бы вы хотели пожелать как бы профессионального праздника всем сотрудникам органов внутренних дел? Уважаемые сотрудники ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем сотрудника органов внутренних дел. Сотрудники ОВД во все времена стояли на защите прав и свободы граждан, обеспечивая возможность спокойной жить и работы. Это праздник тех, кто, не щадя себя каждый день, противостоит преступности, кто обеспечит безопасность на улицах республики, кто первым приходит на помощь попавшим в беду. Труд сотрудников правопорядка круглосуточный, и в этом профессиональный праздник, многие из них находятся на боевом посту. Ежедневная работа сотрудников полиции связана с огромным риском и ответственностью. Они ведут бескомпромиссную войну с криминальным миром, выполняют особое задание в горячих точках, в историю на вечно вписанные имена сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за тот вклад, который вы внесли в дело борьбы с преступностью, за общественную работу по воспитанию и обучению молодого поколения. Я выражаю слова глубокой благодарности и признательности матерям, женам и детям сотрудников органов внутренних дел, которые хранят тепло домашнего очага, разделяют успехи и неудачи. С волнением тревогой ждут вас со службы. От всей души поздравляю с профессиональным праздником, желаю успехов, счастья, здоровья.